На Славянском консервном комбинате, одном из самых современных и высокотехнологичных предприятий переработчиков сельхозпродукции Южного федерального округа, состоялось совещание по сотрудничеству производителей и переработчиков сельхозсырья по заключению договоров на взаимовыгодных условиях. С подробностями наши корреспонденты. На совещание были приглашены производители сельхозпродукции, представители предприятий консервной промышленности края, а также заместители глав муниципальных образований края, курирующие сельскохозяйственную отрасль. В этот день обсудили основные направления взаимовыгодного сотрудничества производителей сельхозсырья и переработчиков. Сегодня многие сельхозпроизводители встают и спрашивают, а вот не знаем, куда идти, куда продать. Вот один из инструментов у вас перед глазами – переработка. По поручению вице-губернатора Андрея Коробко был разработан план мероприятий дорожной карты, согласно которому краевые власти на предстоящий год определили потребность по видам сырья для предприятий консервной отрасли края. А при помощи созданного агропортала производители и переработчики теперь могут установить деловые контакты. В министерстве создан сайт, то есть непосредственно на портале. Есть такие разделы, как производители и потребители. Было поручено провести соответствующую работу в муниципальных образованиях, а именно по выявлению тех, кто может заниматься производством овощных культур. На сегодня уже рынок сложился. Есть определенные направления, кто занимается закрытым грунтом – это одно направление производства. Есть руководители крестьянской фермерской хозяйки, индивидуальные предприниматели, у которых уже сложилась ситуация по производству овощей, которые целенаправленно идут на рынки. У кого-то сложилась ситуация, идет от Русска за пределы Краснодарского края. То есть есть такие варианты. Кроме того, мы имеем достаточно земельное значение, которое можно ввести в оборот для производства овощных культур. В рамках совещания были рассмотрены промежуточные итоги выполнения мероприятий дорожной карты по обеспечению консервных предприятий Краснодарского края сырьевыми ресурсами на 2016 год. Участники встречи обсудили состояние, перспективы развития овощеводства, открытого грунта и меры государственной поддержки на 2016 год, а также обеспечении работы агропортала для информирования производителей сельхозсырья. В завершении встречи участники совещания обменялись мнениями, а также задали интересующие вопросы. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».